Цифровая экономика, поддержка занятости, предпринимательства и безопасные дороги. Проекты, к которым регулярно возвращаются на национальном уровне. Но как помочь в реализации этих программ на уровне муниципальном? Этот вопрос сторонники и члены партии «Единая Россия» обсудили в ходе четырех круглых столов, которые прошли на территории городского округа Щелково. Переход на цифровую экономику сегодня один из главных приоритетов государства. Но сам по себе проект касается не только отраслей торговли и финансов. Например, его успешно можно реализовывать в образовательной среде и использовать в педагогической деятельности. Уже сегодня цифровизация помогает не только сделать более удобным процесс обучения учеников, но и быстрее повышать уровень квалификации преподавателей. Применение компьютерных информационных технологий в учебном процессе открывает разноплановые возможности их использования. Приобщение к информационной культуре – это не только овладение компьютерной грамотностью, но и воспитание информационной культуры. Еще одна важная задача – поддержка занятости населения. Данный национальный проект пока не реализуется в Московской области, но успешный опыт его реализации есть в других регионах России. Особенно острый вопрос поддержки занятости стоит для людей предпенсионного возраста. Многие из их специальностей уже не востребованы на рынке труда, поэтому в рамках национального проекта планируется организация переквалификации сотрудников предприятий на более востребованные должности. В рамках данного национального проекта планируется в том числе выделение средств на опережающие дополнительное обучение работников предприятий, востребованным на данном предприятии профессиям, а также на модернизацию службы занятости населения по опыту пилотных регионов. Немаловажной темой является развитие предпринимательства. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. Сегодня государство готово предложить меры поддержки начинающим бизнесменам по самым разным вопросам. От регистрации своего дела до получения дополнительного финансирования. Рассказать молодому предпринимателю, как, например, добиться от банка получения кредита на развитие своего дела, уже огромная помощь. Когда начинается бизнес, многие предприниматели в силу своей, так сказать, малой грамотности в ведении бизнеса, недостаточности этих знаний. Денег много, но взять не могут. И так документы оформлены, и так вводы. И получается, что несколько раз, обратившись в предпринимательскую организацию, руки опускаются до такого предпринимателя, и инициатива его гаснет на глазах. Национальный проект безопасной и качественной дороги подразумевает приведение всех дорог в нормативное состояние. Первый этап должен быть реализован на территории Московской области в 2024 году. К этому моменту 70% всех дорог региона должны соответствовать нормативам. В Щелково эта работа уже началась. Данный процент за последние три года подрос. Вот у нас, например, в Щелково за три года с 40 до 62 доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, она подросла. В первую очередь, внимание планируется уделить грунтовым дорогам на территории региональной сети. Таких в Щелково осталось всего две. Это дороги к Амеревской церкви и церкви в деревне Алмазово. Также большое внимание уделяется устранению аварийно-опасных участков. По итогам всех круглых столов сформированы списки вопросов по указанным программам и резолюции, которые будут переданы в региональное отделение партии «Единая Россия» для дальнейшей работы. Мария Смирнова, Александр Оржевский, Сергей Василевский, Игорь Поляков. Щелковское телевидение.